Издательство Эксмо. Генри Сирил. 80 сигарет. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Токаря вырвало кровью. Он разлепил веки и беспомощно посмотрел по сторонам. Нина сидела за столом. Перед ней стояла бутылка коньяка-бисквит, почти полная. В руках девушка держала бутерброд с колбасой. Глядя на зашторенное окно, она неторопливо откусывала от бутерброда небольшими кусочками и запивала коньяком. «Ни... Нина...» — позвал ее токарь. В горле что-то заклокотало. Он закашлялся. Изо рта вырвался с густок темной крови. Нина встрепенулась. «Ой, милый, ты очнулся?» Она быстро запихала в себя остатки бутерброда. «Наконец-то!» — радостно сказала с набитым ртом. «Ну и беспорядок вы тут устроили, ужав. Ты только глянь. Ох уж мне эти брутальные альфа-самцы. А убираться, конечно, всегда нам приходится, вашим женщинам». «Ниног, мне, походу, врач нужен». Токарь оттянул в ворот футболки и посмотрел на свои раны. «Херово! Очень херово!» — подумал он, глядя на две небольшие дырочки в животе, из которых толчками вытекала кровь. Он попробовал встать. Приподнялся на руках и застонав, свалился обратно. Боль, совершенно невыносимая, пронзила его живот, словно кишки накручивали на раскаленный до красна стальной вертел. Нина взволнованно посмотрела на него. «Боже, я надеюсь, ты не подумал, что я сержусь на тебя за этот бардак, нет?» Забыв о боли, Токарь изумленно вытаращился на девушку, в надежде, что ему послышалось. «Что?» «Я говорю, что не сержусь на тебя за то, что вы тут устроили. Не думай, будто я какая-то там белоручка. Я все уберу, а ты отдыхай». «Впрочем...» Она погрустнела. «Кому это теперь нужно?» «Какая уборка, Нина! Ты рехнулась! Че ты несешь? Мне к доктору надо, ты не видишь, что ли? Тут, кажись, все очень плохо!» Нина глотнула коньяк из бутылки, поморщилась и встала из-за стола. «Вот откуда? Откуда, спрашивается у Марины, может быть, дорогой коньяк? Водка там самогон или простенькое винишко, это я понимаю, но бутылка бисквита...» Она хохотнула с веселым изумлением. «Это просто чудо! Я... Ты спятила, что ли?» Собрав последние силы, крикнул токарь. Его вновь засасывало в черную бездну беспамятства. Он встряхнул головой, сплюнул сгусток бортовой пенящейся крови и обессиленно откинулся головой на печку. Нина умолкла. Она смотрела на токаря глазами обиженного ребенка, на которого накричали ни за что, ни про что суровые родители. «У тебя крышка поехала?» Слабо сказал токарь. «Я, блядь, кровью истекаю! У меня в животе две пули! Я могу кишки своим пальцем потрогать! Что с тобой, твою мать?» «Я просто подумала, что тебя это тоже обрадует, поднимет настроение!» Она поджала губы, стараясь не разреветься от обиды. «Ну и ладно!» Плюхнулась на диван, щелкнула пультом от телевизора и, нахмурившись, принялась беспрерывно листать каналы. Токарь не верил своим глазам. «Ты что делаешь? Ты... Ты собираешься смотреть телек?» В ответ Нина фыркнула. «Я с тобой не разговариваю!» «Она не играет!» В полном изумлении понял токарь. «Она действительно не в себе!» Страх комом застрял в его горле. Пролог! «Я прошу прощения, но в нашем ресторане не курят. Потушите, пожалуйста, сигарету». «Да отдыхай! Мы тут вдвоем! Кому мешаем?» «И все же! Вам стоит потушить сигарету!» «Тебе делать больше нехуй! Заказ лучше прими! Две бутылки минералки! Любой, холодной! И че-нить пожрать на твой выбор!» «Простите, но я вынужден позвать...» «Слышь, отъебись, олень, пока я тебе ебасос не разбил! И так башка трещит, еще и ты меня дрочить будешь!» «Инстон, ну его в жопу! Лучше потуши! За последние шесть лет много че поменялось! Ща вообще нигде курить нельзя! А у меня нет настроения пиздить охранника!» «Че за дерьмо? Ладно, вот! Доволен? Теперь пиздуй за заказом! С ума, блядь, с этим можно! На зоне и то свободы больше было! Токарь, есть че-нибудь от башки?» «Отвык я от похмелья! Ладно, короче, слушай! Ты помнишь Мишку-цыгана?» «Мишку, Мишку! Барыгу этого всесоюзного, что ли?» «Да! А то! Этот гондон в свое время половину Подмосковья героином завалил! Почти все точки его были!» «Угу! Он в прошлом месяце тянул большую коляску в лагерь! Пороха могло бы хватить для того, чтобы вся зона неделю летела, не просыхая!» «Ваша вода! Завтрак будет готов через пару минут!» «Ваша вода!» «igsawî герой февраля, не просыхая!» Продолжение следует...